Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре седан Генезис G70. На видео автомобиль в комплектации Elegance с бензиновым двигателем объемом 2 литра турбо с полным приводом и с автоматической коробкой передач. На автомобиле установлен пакет Sport. Цвет автомобиля красный металлик. Автомобиль оснащен колесами разного размера. На переднюю ось установлены литые диски 19 диаметра с шинами размерностью 225 на 40. На задней оси колеса 19 диаметра с шинами размерностью 255 на 35. В заднем бампере расположен Парктроник. Камера заднего вида расположена в крышке багажника. Антенна акулий плавник расположена в задней части крыши. Рейлинги не предусмотрены. Боковые зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с четырьмя кнопками. Автомобиль оснащен системой без ключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в темных тонах и декорирован вставками под алюминий. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений выполнена из перфорированной кожи. Водительское сиденье оснащено электрическими регулировками. С помощью электроприводов сиденье можно двигать вперед и назад, поднимать или опускать и регулировать наклон спинки. Сиденье оснащено электрорегулировкой поясничного подпора. Длина подушки сиденья регулируется с помощью электропривода. Память электропривода сиденья не предусмотрена. Включим зажигание автомобиля с помощью кнопки Start-Stop. Автомобиль оснащен панелью приборов с многофункциональным дисплеем размерностью 8 дюймов. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габаритные огни, ближний свет и задний противотуманный фонарь. Указатели поворотов – левый и правый. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Автомобиль оснащен светодиодными фарами. Передние противотуманные фары не предусмотрены. В переднем бампере расположен парктроник. Задние стекла без заводской тонировки. Клиренс автомобиля составляет 150 мм. Задние фонари светодиодные. Задняя противотуманка расположена посередине в заднем бампере. Возвращаемся в автомобиль. На водительской двери расположены кнопки управления центральным замком. Кнопка системы электроскладывания боковых зеркал. Рядом расположен блок электрических регулировок боковых зеркал. Далее идет блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники с доводчиками. Регулировка яркости панели приборов. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. Кнопки справа на руле отвечают за выбор информации, выводимый на многофункциональный дисплей. На дисплей можно вывести информацию маршрутного компьютера, подсказки навигации и информацию о давлении в шинах. Кнопки справа на руле отвечают за управление круиз-контролем. Дефлекторы системы вентиляции расположены посередине в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 10 с четвертью дюймов. В составе акустической системы 9 динамиков. Мультимедийная система поддерживает радио в диапазонах FM и AM. Мультимедийная система поддерживает Bluetooth-аудио и присоединение внешних устройств через разъемы USB. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на дисплей сертифицированные приложения. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Можно менять громкость или менять радиостанции. Также можно управлять мобильным телефоном, подключенным по Bluetooth. Автомобиль оснащен встроенной навигационной системой с картами. Климат-контроль двухзонной. Включим систему с помощью кнопки «Авто». Центральная шайба отвечает за регулировку интенсивности обдува. Левая шайба отвечает за регулировку температуры с водительской стороны. Правая шайба отвечает за регулировку температуры с пассажирской стороны. Кнопка «Синк» синхронизирует передние зоны климат-контроля. Кнопка «Синк» синхронизирует передние зоны климат-контроля. Кнопка «Синк» синхронизирует передние зоны климат-контроля. Кнопка «А», «Синк» Кнопка «А», «Синк» отвечает за включение кондиционера. Кнопка «Включение» электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал. Кнопка «Включение» электрообогрева руля — подогрев двухрежимной. режимный. Кнопки подогрева передних сидений. Подогрев трехрежимный. Потолок черного цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. На потолке расположено освещение для водителя и пассажира. На потолке находится очечник. На потолке расположена кнопка системы ЭРА-ГЛОНАСС. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Посмотрим на задний ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. В подлокотнике расположен USB-разъем. Подстаканники расположены в центральном тоннеле. Перед рычагом коробки передач расположена розетка на 12 Вольт, USB-разъем и консоль для беспроводной зарядки мобильных устройств. Бардачок с подсветкой отделан тканью. Кнопка отключения системы стабилизации. Кнопка включения парктроников. Кнопка включения камеры заднего вида. Drive Mode. Система переключения режимов движения. Водитель может переключаться между режимами Eco, Comfort, Sport, Sport Plus или Custom. Выбранные режимы вождения отображаются на приборной панели. Ручной тормоз электрический с функцией Auto Hold. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач автоматическая, восьмиступенчатая. Управление осуществляется с помощью джойстика. При включении задней передачи активируются парктроники и камеры заднего вида. Режим «Паркинг» включается отдельной кнопкой. В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передачи с помощью подрулевых лепестков. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Теперь перейдем к осмотру заднего ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на задний ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Освещение для задних пассажиров расположено в центре крыши. Салон от багажника отделен полкой. Заднее сиденье с центральным подлокотником. В нем расположены подстаканники. В спинках передних сидений предусмотрены карманы для вещей. Для пассажиров заднего ряда предусмотрены отдельные дефлекторы системы вентиляции. Снизу расположен USB-разъем. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается полностью. На потолке над дверью находится ручка с ключком. Теперь перейдем к осмотру багажника. Кнопка открытия багажника расположена на крышке багажника. Объем багажника составляет 380 литров. Боковины и пол багажника отделаны тканью. Справа в багажнике находится открытая ниша с сеткой. В подполье багажника находится запасное колесо с набором инструментов. Для сложения спинки сиденья необходимо потянуть за рычаг. Сиденья второго ряда складываются в соотношении 60 на 40. Задние сиденья складываются без ступеньки. Для закрытия багажника предусмотрена ручка. Лючок бензобака открывается из салона автомобиля. Объем топливного бака составляет 60 литров. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью этого рычага. Капот фиксируется с помощью двух пневмоупоров. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель турбированный, бензиновый, четырехцилиндровый. Объемом 2 литра с отдачей 197 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели седан Genesis G70 в комплектации Elegance с бензиновым двигателем объемом 2 литра турбо с полным приводом и с автоматической коробкой передач. Прайсовая цена такого автомобиля на момент съемки обзора составляет 3 миллиона 300 тысяч рублей. Благодарим за помощь в съемках дилерский центр Major Auto. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина и какие еще автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал Дром. До скорых встреч!